Всем привет, дорогие друзья, и... А, хотя не так. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами Кин, и сегодня мы выбираем лучший сериал. Не так давно на канале одного довольно известного блогера я наткнулся на видео, где он при помощи корейского сайта выбирал лучшую игру. Конечно же, по его мнению. И я подумал, а почему бы не сделать то же самое, только с сериалами? Ну а заодно в ходе голосования, возможно, вспомним или найдем какой-нибудь годный сериал на выходные. Само собой, видео субъективное, и вы можете не согласиться с моим решением. Ну а я же постараюсь объяснить, почему я сделал тот или иной выбор. А специально для вас я оставлю ссылку в описании, чтобы вы тоже могли поучаствовать. И так как я понимаю, что видео получится далеко не коротким, предлагаю уже начать. Итак, выбираем максимальное число участников. И понеслась. «Голубая кровь» против Саузленда. Не особо фанат детективных сериалов, поэтому ни один из них не смотрел. Но выберем наугад, кто здесь посолидней. А вот этот дядька в «Друзьях» снимался, поэтому выберу тебя. Так, «Банши» против «Оранжевый» хит сезона. Все-таки я за комедией, поэтому «Оранжевый». «Хэппи» против «Викингов». «Хэппи» против «Викингов». «Хэппи» я смотрел, но не до конца. И мне понравилась задумка. «Викинги» же более жесткие, напоминают «Игру престолов». Оба сериала хороши, но «Хэппи» все-таки закрыли. Все-таки выберу то, что мне больше понравилось, поэтому «Хэппи». «Супергел» против «Охотника за разумом». Ладно, балл за супергеройку. «Бойтесь ходячих наглецов» против «Нэцис». Не знаю, что за «Нцис», но походу, что это «Нью-Йорк Сиасай». Блин, но я не люблю вселенную «Ходячих мертвецов». Хммм, и не люблю детективы. Ну ладно, Сиасай заслужила свою детективную нишу. «Скорпион» против «Тру дейтитив». Ну «Скорпиона» я вообще не знаю, поэтому, конечно же, «Маканаги». «Дефендерс» против «Дэдзон». Люблю я «Мистику», поэтому «Дэдзон». Так. «Вайр» против «Вайспер». «Вайр» я не знаю, говоря сейчас «Призраками». Ну, я на ней рос и подстрелил почти все сезоны. «Озарк» против «Уип-Уип». Не фанат «Озарка», а «Вип» я вообще не знаю. «Из мрачного детективщины» я бы посмотрел лучше «Защищая Джейкоба». Поэтому ладно, «Озарк». «Призраки дома на холме» против «Кобра Кай». «Кобру Кай» я не смотрел, но смотрел трейлеры. «Призраки дома на холме» смотрел, но мне не особо зашло. «Ладно, выберем вас». «Дэссинджер Сувайвер» против «Общество». «Сообщество» я за комедии. «Хотя общество» не особо мой тип. «Бротчердс» против «Лука Кейджа». «Лука Кейджа» я не особо досмотрел. И не особо он мне-то и зашел. «А вот Бротчердс»... «Ладно, Тенант». «Держи, доктор, свой бал». «Стрела» против «Ходячих наглецов». «Не стреляй, Воливера». Я не люблю вашу вселенную, поэтому выберу «Стрелу». Хотя я не особо фанат «Стрелы». «Сумеречная зона» против «Грима». «Грим» я знаю, что зарекомендовал себя. Я знаю, что это довольно хороший сериал. Конечно, с уклоном сверхъестественное, но в коллаборации со сказками. Но «Сумеречная зона» пытается перезапуститься каждые несколько лет. То, что даже перезапустится, а перезапускается. И у нее каждый раз годные истории. Поэтому выберу ее. «Американс» против «Тринадцать причин. Почему?» Честно, смотрел «Тринадцати причин» только первый сезон. Блин, я ревел, как маленькая девочка. А американцев я вообще не знаю. Поэтому выберу вас, ребятки. «Черная молния» против «Дэдвуда». Пытался я посмотреть «Черную молнию», но нет. Все-таки я за ковбойщину. «Грязный Пит» против «Бизаут Рэс». Ни один не смотрел из вас. Почему тут столько детективных сериалов? Я их всех пропускаю. Ладно, «Грязный Пит». Бал тебе. «Герои» против «Гавайи 5.0». Ну, «Гавайи» это тот же «Сиаса» и все подобные тому сериалы. А вот «Герой» в свою очередь очень даже хорошие. Вплоть до последнего и перезапущенного сезона. Поэтому, конечно же, «Герои». «Карнивал Роу» против «Ай Карли». Ну, «Ай Карли» это что-то явно с Диснея. Хотя у нее есть годный сериал, но «Ай Карли» я не смотрел. А вот «Карнивал Роу» я смотрел и жду второй сезон. Поэтому «Карнивал». «Магикянцы» против «Наркоса». «Наркос» не смотрел, а вот «Магикянцев» смотрел. Мне нравится «Фэнтези». «Убежище» или «Хранилище» по-моему 13 против «Тюдоров». Ну, тут я выберу «Хранилище». Хотя из этой же серии мне больше нравится «Убежище». «Дженерейшн Килл» против «Сосайти» общества. «Дженерейшн Килл» я натыкался, но не посмотрел, не помню почему. А «Сосайти» я даже обзор делал. Ждем. Ждем второй сезон. «Лонгмайер» прям «Квадмайер». «Да, детка». «Против меня зовут Эрл». «Меня зовут Эрл Крут». «Как бы я не любил ковбоев, но все-таки меня зовут Эрл». «Клакедаггер» против «Смертельного оружия». «Смертельное оружие» я больше фанат старых фильмов. Они, конечно, бредовые местами, но все-таки... Ну, в свою очередь, «Плащ и кинжал». Такая нудятина. Я вот прям пытался посмотреть, но сериал прям такой... Спи! Спи! Ты не спишь, спи! Поэтому я выберу что-то более озорное. Тем более, тут есть стифлер. «Пацаны против Лиэтуми». «Пацанов» я, пожалуй, скипну. Только дабы дать им раскрыться. Вот летом выходит второй сезон, так же, как и у «Академии Амбрелла», которая, скорее всего, здесь тоже будет, раз есть пацаны. Но «Обмани меня» зарекомендовал себя. Хоть это, по сути, одна и та же серия, только с разными персонажами. Вот, пацаны, пару сезонов раскроются, и тогда можно будет принимать участие в «Голос». «24 часа против новенькой». Конечно, новенькая. Тут девчуля веселая. «Детство Шелдона против Юнита». Не люблю ни один из этих сериалов. Будем брать по фанбазе, поэтому ладно, возьмем тебя. «Борджи» против «Банды Бразы». «Банды и братья». Когда уже пойдут мои любимые сериалы? Не знаю, у кого взять, ладно. Ладно, «Борджи». «Демоны да Винчи» против «Альфа». «Альфа» я пытался посмотреть, но меня не хватило. А вот «Демоны да Винчи» мне очень даже зашли. Довольно крутая подача. Если кто не смотрел, то посмотрите. «Сотня против Доктора Хаоса». Не особо фанат космосериалов и космофильмов. Но и из «Докторов» я лучше посмотрю, конечно, «Клинику». Но ладно, выберу «Доктора». И это только 30-й выбор. Так. «Джессика Джонс против «Области тьмы». Джессика Джонс хороший, но мне больше все-таки нравится «Область тьмы». Если бы его не оборвали, я, возможно, бы его до сих пор смотрел. Кстати, надо его посмотреть. Кстати, если кто не знал, то «Область тьмы» — это официальное продолжение. Не перезапуск, а именно продолжение фильма, который выходил с Брэдли Купером. «Восьмое чувство» против «Светлячка». Как я уже говорил про космосериалы, все-таки «Восьмое чувство». «Дивчули» против «Молодого папы». Ну, Джуди, конечно, тебя выберу какие. «Вампирский диарез против побега». «Вампирского диареза» я смотрел только первые сезоны. Я, честно, хочу начать смотреть дальше. Я хочу включить пан с первого сезона и посмотреть все сезоны. Просто охота всосаться в какую-нибудь вселенную, чтобы потом переключиться на древних, на первородных, на следие. Но все-таки я пока что на данный момент смотрел почти все сезоны «У побега». По-моему, я смотрел первые несколько сезонов. Ну, там я имею в виду первые один, два, три. И, по-моему, и отдельный фильм, который выходил. Поэтому выберу тебя. Я натыкался на русскую пародию, но... Легче, чем пародия, это не назвать. «Последний корубль» против «Пасифика». Ни один из вас не смотрел. Но тут постер круче, поэтому возьмем тебя. «Бэйвач» против «Холистического агентства» Дирка Джентли. Как бы я не любил старые упорты и сериалы, тут, конечно же, есть Дэвид Хассельхоф и Памела Андерсон, но все-таки детективное агентство. Вперед. «Секс в большом городе» против «Сиасай». Как бы я не любил детективные сериалы, не, не любил, «Секс в большом городе» все-таки направлен не на мою категорию, а направлен он скорее на девушек от 30 и дальше. Поэтому «Насизелаем». «Дом лжи» против «Чикаго», «Медиков Чикаго». Ни один не смотрел. Ни про один, по-моему, даже не слышал. Не натыкался. Ну, возьмем кого покруче название. «Дом лжи». «Американские боги» против «Нет». Ну, тут, конечно, «Американские боги». Люблю я такую тематику. «Трублутцы» против «Эфэр». «Эфэр». Ну, «Эфэр» я не помню. Я помню, что натыкался, но не помню, про что он. А вот «Трублут» я смотрел. Пока никто не видел, я был малым и смотрел его. «Суперстор» против «Драма Ворлд». Нет, Денис, смотрел «Суперстор», по-моему, что-то из свежего. Если я не ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь. Если я какой-то сериал не смотрел, пишите про него в комментарии. Не-не-не-не. Это похоже больше на какой-то типичный ситком, поэтому возьмем «Драма Ворлд». «Карнивал против 11-22-63». Ну, между путешествием во времени скучным сериалом про карнавал с большей задумкой, чем подачей. Не знаю, я пытался поставить карнавал, поставил первый сезон, но он такой долгий, нудный, хотя можно было круче подать идею. Поэтому выберем Франка. Чикаго Педи против Хьюмансов. Не знаю, что за Чикаго Педи, но скорее всего что-то полицейское, детективное. Выберем Человеков. Нумберс против Ганнибала. Конечно, Ганнибал. Клиника против Воши. Знаете, сейчас я выберу Клинику, но пока не попадается какой-нибудь годный сериал. Да, простит меня доктор Кокс, но я ее скипну при первом возможности, когда попадется что-то хорошее. Потому что я люблю Клинику, и я буду проталкивать ее до последнего. Это немножко нечестно, и за нее я буду скипать все сериалы, потому что Клиника это прям... Вот знаете, Клиника уже победила. У меня там молнии за окном, страшно. Клиника уже победила. Поэтому я вот голосую сразу за Клинику. Клиника все, Клиника топ. Я смотрел Клинику миллион раз, пересмотрю еще миллион раз, я на ней рос. У нее шикарное начало, шикарные персонажи, шикарные диалоги, просто великолепная концовка. Я не раз признавался этому сериалу в любви. Я подписан на Инстаграм и всех, мне кажется, звезд из этого сериала. Поэтому Клиника уже, можно сказать, победила. Поэтому при первой возможности я ее скипну, чтобы посмотреть на другие сериалы. Демиджес против The All World. Ладно. Дамаги скипберем. Мессия против Флэша. Мессия я не знаю, но Флэша я больше фанат комиксового. И да, я читал много комиксов про Флэша. Ну, у тебя хотя бы первый сезон годный. Я про Мессия вообще ничего не знаю. Дэтуми на ЦЗ. Тебя я не знаю, на ЦЗ. Ладно, зомбаки хотя бы. Хунг против Медиума. Медиум. Хоть это и та же, говоря, сейчас с призраками. Кости против Подкуполом. Ну, Кости держатся от первого до последнего сезона. В отличие от Подкуполом. Хоть ты по Стивену Кингу, но все-таки у тебя последний зашкварный сезон. Поэтому Кости. 4400 против Бестыжих. Будет американская версия, я бы выбрал ее. Но британская версия мне не нравится. Поэтому выберем 4... Поэтому выберем 4400. Госсипгерл против ОА. Не смотрел Госсип. Слышал про нее, но пропускал постоянно. Так же, как и ОА на самом деле. Поэтому ладно. Чак против Менталиста. Ладно, тут хотя бы забавная подача детективщины. Шутер против Киллинг. Убийство против Стрелка. Ни про один из вас я не знаю. Но тут чувак из видоизмененного углерода. Поэтому выберем тебя. Мандалорец. The Pillar of the First. Блин, какой-то звездный состав. Леди Редмейн. Дядька из Американских Богов. Почему я тебя не смотрел? Ну, тут, конечно, Мандалорец. Раз я тут даже не смотрел, не могу ничего за него сказать. Хоумленд против Анатомии Грейс. Хоумленд. Натыкался, но не смотрел. Анатомия Грейс пытался, но не зашло. Ладно. Будем брать то, что смотрел. Твин Пикс против Си... Ну, тут этот. Хоть я и не особо фанат Твин Пикса. Прям... Прям не особо. Хороший Доктор против Эша. Эша. У Эша, признаюсь честно, я больше фанат старых фильмов. Не то, что прям фанат. Лю ты там татуировку себе сделал, пока ты постеры повесил. Но они мне нравятся больше, чем сериал. Но все-таки больше, чем Хороший Доктор. Мне нравится этот сериал. Поэтому выберем тебя. Революция против Баффи. Революция хорошая задумка. Хорошая задумка, скатившаяся в середняк. А Баффи... Ну, на Баффи я рос. В Баффи я был влюблен. Сабрина против Вавилона. Как я уже говорил про космосериалы, я больше люблю мистику. Криминальный мозг... Криминальные мозги против как избежать наказания за убийство. Кто-то криминал... Ой, а тут как избежать наказания. Потерянная комната против видоизмененного углерода. Как бы мне не нравился видоизмененный углерод. Я смотрел даже оба сезона. Но все-таки потерянные комнаты задумка поинтересней. Лично для меня. Штамм против Хэйвена. Ну, нихать, не люблю я штамм. Я пытался. Я, честно, слово, пытался, но не зашло. А в Хэйвена я смотрел три сезона. Или два. Я помню, что я их еще в колледже смотрел. У меня даже диск был. Команда А против Титинов. Я смотрел старую команду А, и мне даже довольно забавно он заходил. Но все-таки Титаны. Хотя я не особо фанат Титанов. Я их смотрю чисто из любопытства, что они еще там покажут. Но у них бывает такая скучная подача. У них столько воды в Титанах. Я имею ввиду, что посмотрите серию, а потом попытайтесь вспомнить, что там было. Вы вспомните всего события 2-3. Все остальное же ненужная вода. Но все-таки из-за фан-базы. Поэтому выберу Титанов. Во все тяжкие против странных дел. Я люблю во все тяжкие. Походя, я его посмотрел далеко не сразу. Но он меня все-таки цепанул. У него мощное что начало, что концовка, что продолжение. Странных дел дадим еще раскрыться сезон. Посмотрим, что там наворотят с русскими в 4-м сезоне. Но странные дела я тоже люблю. Блин. А вот сейчас хотел выбрать во все тяжкие. Но странные дела... Сложно. Сложно. Выберем странные дела. Потому что я боюсь, что потом это... Кто-нибудь посложнее попадется. Подпольная империя против страшных сказок. Кстати, сейчас второй сезон страшных сказок выходит. Я, скорее всего, сделаю на него обзор. Потому что и первые сезоны меня зацепили. Поэтому выберем вас. Люблю, когда переосмысливают сказки, истории и всякое такое. Агенты ЩИТ против Офиса. Офис я все хочу посмотреть, но все никак ноги не доходят. Поэтому все-таки выберу ЩИТ. Потому что я у него смотрел сезона 3 первых. 12 макак против ты. Тут я, пожалуй, все-таки выберу 12 макак. Потому что он хотя бы основан на фильме, который мне нравится. Хотя сам сериал середнячковый. Академия Амбрелла против вспомнить, что будет. Ой, мне еще по школе не нравился. Или по окончанию школы вспомнить, что будет. Поэтому я все-таки выберу Амбреллу в данном случае. Визитеры против Монка. Монк я смотрел еще до школы. А визитеры его смотрел уже в этом. В колледже я пересматривал его. О, визитеры задумка интересней. Династия против Колдкейс. Выберем Династия. Клан Сопрано против Костюмчиков. Но тут Клан Сопрано зарекомендовал себя. Хотя этот сериал под настроение. Его так просто не посмотришь. Ньюсрум против Антуража. Ни один из вас не смотрел. Выберем по более четкому постеру. Вот здесь он более стильный. Love and Order против Клозера. Тоже походу какая-то криминальщина. Тут хотя бы есть Джей Джона. Выберем тебя. Мистер Робот против Айр Вульф. Ну конечно мистер Робот. Что тут разговаривать-то даже? Нечего обсуждать. Эврика против Элементарна. Ой, как я не люблю этого Шерлока. Поэтому выберу сериал хотя бы с хорошей задумкой. One Three Hill против Игры Престола. One Three Hill не слышал и не смотрел. А вот Игру Престола смотрел, но все-таки последний сезон у нее зашкваристый. Сорви голова против Хроники Шаннаре. Как бы я не любил фэнтези, но все-таки балл за супергероику. Чужестранка против Маньяка. Чужестранка. Не зашел мне Маньяк, я пытался посмотреть его. Что-то как-то не мое. Две девчонки на мели против Сонной Лощины. Двух девчонок хочу посмотреть, но никак не могу. Вот не доходят у меня руки до нее. А вот Сонную Лощину я смотрел. У меня, по-моему, даже диска где-то покупал. Возможно, он даже сейчас где-то у меня валяется. Ладно, Сонная Лощина. В поле зрения против Алиаса. Не знаю, что за Алиас. Актриса знакомая. В поле зрения. Табу против Страйкбэк. Возьмем Табу. Кто мне Том Харди этого не простит. Мастера хоррора против Элли Макбилл. Элли что-то знакомая. Возможно, что-то из моего прошлого. Но мастера хоррора все-таки мне больше в душу запали. Люблю ужастики. Мужик на 6 миллионов долларов. Видимо, что-то старенькое. Надо будет глянуть. Я люблю старье. Против Черного Кода. Ни то, ни то не смотрел. Ну, если хотя бы название забавное. Стартрек против Американской Истории Ужны. Ну, я уже говорил про сериалы про космос. А Американскую Историю Ужасов я смотрел все сезоны. И смотрю, и буду смотреть. А кроссоверные сезоны, это вообще шикарная вещь. Декстер против Лавер Ордер. Конечно, Декстер. А Декстер я вырос. Секретные материалы против миллиардов. Ну, я не особо фанат секретных материалов. Но все-таки выберу их. Ризалиэнд Айзлезэм. Кто вы такие? Конечно, Черное Зеркало. Я даже не знаю, кто вы. Уитс против Сыны Анархии. Уитс я не знаю. А Сыны Анархии знаю. Ну, хотя я не особо фанатею. Панишер против Бруклина. Панишер реально крутой сериал. Но все-таки я проголосую за сериал. Я буду голосовать за сериал, который можно смотреть в любых ситуациях. То есть, Карателя надо вот прям сесть, сидеть и смотреть. А еще надо посмотреть Сорвиголову, чтобы он появился. Чтобы узнать, как он появился, откуда. Потому что это все кроссоверы. Бруклина 99 можно просто сидеть и смотреть. Хоть на туалете. Чем вы заняты в тени против Шерлока? Да простит меня черный юмор. Все-таки Шерлок мне больше нравится. Симпсоны против Ведьмака. Дадим Ведьмаку раскрыться. Признаюсь честно, я не знаю, за что вы все хейтят. Я не читал книги, не играл во все игры. Не проходил все там дополнения. Но вот Симпсонов я смотрел. Еще до школы, мне кажется. И после школы. И, конечно, Симпсоны. Хотя сейчас Симпсоны что-то уже такое. Прям не сильно мое. Джек Райан против 33 несчастья. Ладно, 33 несчастья это вот хотя бы смешно бывает. А Джек Райан я не смотрел. Марс против Луи. Не то, не то, не смотрел. Но тут есть мастер, поэтому проголосуем за него. Кто знает, тот поймет. Человек в высоком замке против Легиона. Я вот все откладываю, 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 откладываю. Человека в высоком замке. Вообще, напишите в комментариях, стоит его смотреть или нет. А вот Легионы я смотрел. И это прямо по мне дико упоро-тое зрелище. Вероника Марс против Лев Товерс. Не один из вас. Нужно оба скипнуть. Ладно, тут какая-то отсылка на ангелов. Хрен с вами. Чикаго в огне против Белого воротничка. Ладно, Белого воротничка. Люблю костюмы. Вест Винг против Парки Зоны Отдыха. Вест Винг не смотрел. А вот Парки Зоны Отдыха, это довольно забавное зрелище. Мир Дикого Запада против Modern Family. Конечно, Мир Дикого Запада. Я вот только буквально недавно досмотрел третий сезон. Теперь жду четвертый. Рик и Морти против Беглецов. Ой, Беглецы я не выдержал дальше половину второго сезона. И вот прям я смотрел, смотрел, смотрел. И все, и сдулся. Но Рик и Морти, думаю, не один ждет каждого выхода серии. Жду. Лучше звоните Соло против Смолвеля. Не, Смолвель. Somebody save me. Силиконовая долина против Кач-22. Кач-22 я не знаю, что это такое. Силиконовая долина, это прям мой сериал. Я прям влюбился в него. Макгайвер против Ривердоле. Ривердоле. Черные паруса против Босса. Босса не смотрел, черный паруса хотя бы знаю. Там снималась дочка Флэша. Люцифер против Бернатас. Не знаю, что это. Люся. Люся, я за тебя. О, прям битва века. Все-таки, пожалуй, я так же скипну друзей. Потому что если я сейчас начну продвигать друзей. Друзей, это та же клиника. Я помню, я не смотрел его долгое время. Прям не было желания его смотреть. Но потом я решил посмотреть все сезоны. И знаете, я приходил с работы, смотрел серию за серией. Я на работе смотрел серию за серией. Я на выходных смотрел серию за серией. И мне прям не хотелось прекращать. Мне нравятся начало, середина, все приглашенные звезды, концовка. В общем, все то же самое, что и в клинике. И поэтому, если я сейчас начну его проталкивать, то он пройдет до финала. Поэтому все-таки я выберу теорию Большого Взрыва. Но знаете что, друзья, у меня на втором месте после клиники. Это в моем личном рейтинге. Любовь смерти роботы против почти человека. Прости, Карл Урбан, но я за вот эту анимашку отзываю. Кассел Рок против хорошей жены. Ну, конечно, Стивен Кинг. Южный парк против Казла. Южный парк. Отчаянные домохозяйки против Блудливой Калифорнии. Скажем так, эти сериалы прям равнопротивоположные. Отчаянные домохозяйки нацелены на девочек уже от 20 и дальше. А Блудливая Калифорния, наоборот, нацелен на мальчиков от 20 и дальше. Конечно, можно начать раньше смотреть, но вряд ли что-то раньше поймешь. Я имею в виду сильно раньше. Поэтому все-таки, конечно, я выберу Блудливую Калифорнию. Рим против агента Картер. Ну, Пегги Картер. Возьмем тебя. Я выбираю тебя! Железный кулак против террора. Про террор слышал, но так и не добрался посмотреть. Железный кулак смотрел и знаю, что его все хейтят прям ужасно. Прям всем он не нравится. Я же, в свою очередь, прям люблю этот сериал. Я смотрел оба сезона. И не знаю, мне он очень даже зашел. Может, потому что я почувствовал в нем дух таких простых Джеки Чановских фильмов. Но все-таки я выберу его. Фарго против Спартакуса. Я возьму Фарго. Прям собери команду мечты. Ой, Зачарованные против Чернобыля. Ну, только не эти Зачарованные. Конечно, Чернобыль. Кнайт Райдер против Сват. Но, ну как я могу выбрать этого лысого мужика, который недовольно смотрит на Дэвида Хассельхофа. Против Дэвида Хассельхофа. Дэвид, я выбираю тебя. Эти голубые глазки. Филадельфия всезасолнечна. Против докторов каких-то там опять... Нет, доктора. Филадельфия. Никита против Как я встретил вашу маму. Знаешь, как я встретил вашу маму. Хоть мне не понравился у него последний сезон. Срань, она же Грань. Против девочки Гилмар. Я выберу все-таки Грань. Он мне больше по душе. Хотя у него тоже не особо интересный последний сезон вышел. Безумец какой-то там. Против. Блин, знакомый постер, но я не могу вспомнить, что это за сериал. И на Стейбл. И на Ситиабле. Даже не знаю. Поэтому все-таки выберу Мэдмена. Что-то у нас. Оз, который я не знаю. И Ордер, который, блин, я же этот сериал все пытался посмотреть. Я вот с выхода первого трейлера его все хочу посмотреть. Я все его откладываю. Я прям даже не знаю. Кто смотрел, напишите, стоит или нет. Он что-то тут, по-моему, с Мистика, Магия и все такое. Поэтому я выберу тебя. С Мистика. Гли против Старгейт Гли. Я уже говорил про сериалы про космос. В лучшем мире против пропавших. Потерянных. Лост. У Лоста есть один подно плохое качество. С каждым сезоном он становится все хуже и хуже. Все неинтересней и неинтересней. Пока в конце не дошел до апогея. Но в лучшем мире все-таки не так зацепил меня, как этот с первого сезона. Поэтому все-таки Лост. Потерянные в космосе против Марка Пола. Все-таки Потерянные в космосе. Хоть я не рифанат фильмов про космос. Сериалов тоже. Лютер против рухнувших небес. Ой. Вы прям ставите... Вы нужны ставите меня в обрети Дрюс Эльбу. Доктор Кто против Рассказов Служанки. Ну, Доктор Кто это прям... Это сериал на все века. Кроме последних двух сезонов. Потом объясню почему. Но, Доктор, я прям... Я пропускал колледж, потому что смотрел серии с ним, едя в автобусе. Не делайте так. Это плохо. Все-таки я на нем вырос. И я даже делал по нему косплей. Я думаю, это ли не показатель того, что я его люблю. Хотя Копальди не мой любимый доктор. Черный лист против галактики. Черный лист. Сразу сериалы про космос. Отсеваются. Бостон Леджел против Супернатюрала. Ну, конечно, Супернатюрал. Чего тут даже разговаривать не о чем. Готэм против Щита. Вот тут прям встретились два одиночества. Но Щит это не тот Щит. Этот Щит я не смотрел. Скорее всего, какая-то криминальщина очередная. А Готэм, хоть у него и косяки с таймлайном, и в самой последней серии жопа творится. Жопа в плохом смысле. Выберем все-таки Готэм. Что у него хотя бы развитие хорошее было. Сиосай против... О! Мы уже перечисли, да? Сиосай против, как я встретил вашу маму. Выберем, как я встретил вашу маму. Хоть у него и последняя зашкваристая серия. Не подходит по тону всего сериала. Марс против Брочерча. Брочерч. Мужик на миллион долларов. Демиджес. Все еще ни один из вас я не смотрел. Вы все-таки мужика на миллион долларов. Стрела против сверхъестественного. Стрела как море. Ее все качало-качало от интересного к неинтересному. Сверхъестественная хотя бы держала планку до седьмого сезона. Потом пошла в зашквар. Все-таки поэтому сверхъестественное выберу. Секретные материалы против... Ладно, секретные материалы. Герои против полеззрения. Герои, герои. Конечно, герои. Если бы вот не последний сезон. Призраки дома на холме против настоящего детектива. Вас выберем. Балл за ужасы. Черный лист против сорви головы. Сорви голова. Хейвен против восьмого чувства. Восьмого чувства все-таки идея поинтереснее и поновее. Поэтому выберем все-таки восьмое чувство. Но смотреть на стой страх и риск. Там очень много ЛГБТ. Мастера хоррора против Мандалорца. Как я и сказал, сериалы про космос. Я не особо фанатею. Хоть это, конечно, и Мандалорец по Звездным Войнам. Но все-таки я больше за ужасы. Потерянный в космосе против агента Картер. Агент Картер. Клан Сопрано против Бруклина. Бруклин. Железный кулак против Ласта. Против Ласта. Ладно, Ласт тебе пока везет. Пока что. Обмани меня против Хуманцев. Ладно. Но я повторю все-таки. Обмани меня. Это одна и та же серия. Просто повторенная на миллион раз. Сабрина против Эврики. Наука против Магии. Прям. Все-таки я выберу, пожалуй, Магию. Будем верить в чудо. Драма Ворлд против Сынов Анархии. Выберем брутальных крутых мужиков. Настоящая Кровь против меня зовут Эрл. Меня зовут Эрл. У него все-таки посыл поинтереснее будет. Белый Воронячок против Страшных Сказок. Мистика рулит. Легион против Карнавала. Карнавал мне больше понравился. Я знаю, что это Карнавал. Кослорог против Гли. Люблю поиск пасхалочек, отсылочек в этом сериале. Сообщество против Клиники. Что ж таким темам ставится? Крестит пока Клиника. Я тебя скипну. Не смотри так на меня. Эш против Теории. Все-таки Теория. Агенты Щита против Фарга. Все-таки Агенты Щит. Мне нравится их привязка к вселенной Марвел. То, что они идут параллельно. Это очень круто. Сосайти против Шерлока. Дадим Сосайти еще раскрыться. Шерлок уже хотя бы раскрылся. Холистическое агентство Дирка Джентли против Игры Престолов. Прости, Игра Престолов, но... Холистическое агентство я смотрел с большим наслаждением. Такого безумно крутого сериала. Кто смотрел, тот поймет, о чем я. Он прям переплюнул многих. Грязный Пит против Черных Парусов. Черные Паруса. Смертельное оружие против Потерянной Комнаты. Конечно, Потерянная Комната. Супер Гирл против Американской Истории Ужасов. Ну, Супер Гирл я смотрел только первые два сезона. Повторюсь, у Американской Истории Ужасов я смотрел все. Все. Дэвид Хассельхофф. Все-таки я пока что выберу тебя. Хэппи против визитеров. Хэппи против визитеров. Хэппи против визитеров. Прям кого же из вас выбрать? У обоих задумка интересная. Но визитеры зашкварились, поэтому хэппи. Визитеры к концу стали обычным сериалом про борьбу. Странные дела против Нью-Йорк Сиасай. Странные дела. Орден против 13 причин почему. Когда-нибудь я посмотрю Орден, а пока что 13 причин почему. Дом лжи против голубой крови. Снова же ни один из вас я не смотрел. Ну, выберем тебя из-за крутого названия. Готэм против Династии. Конечно, Готэм. Все-таки я задрот. Я не могу себе изменять. Декстер против 11. Прости, Франко. Но Декстер я смотрел с большим наслаждением. Майкл Си Холл рулит. Чужесранка против Грани. Грань. Несмотря на твой последний сезон. Киллинг против Чернобыля. Конечно, Чернобыль. Баффи против Мэдмена. Баффи. Сара и Мишель Геллар. Говорят сейчас... О, прям встретились. Два одинаковых сериала. Конечно же, говорят сейчас призраками. Мистер Робот против Филадельфии. Ну, повторюсь, я люблю сериалы, чтобы можно было смотреть в любых условиях. А, Нация Зет против Анатомии Грей. Ладно, Зомбари, двигайтесь вперед. 31 части против Лэф Товарса. 31 части. Ганнибал против Магикианцев. Все-таки, Магия мне больше по душе. Хотя Ганнибал очень красивый. В безумном плане, скажем так. Симпсоны против Южного Парка. Ну, прям... Битва века. Все-таки, мне больше по душе Симпсоны. У них более такой семейный, душевный юмор. 4400 против Новенькой. Люся против Флэша. Ну, Люцифера я до сих пор с наслаждением смотрю. А Флэша я смотрю просто с интересом, что же будет дальше. Кого же они еще нам покажут? Побег. Черное зеркало против Титанов. Все-таки здесь я выберу уже черное зеркало. Каким бы я ни был фанатам Титанов, но их как-то неправильно преподносят. Вы вообще видели мультик Юные Титаны? Вот сравните его с сериалом. Насколько тут все скучно и насколько там все интересно. Молодой Шелдон против Силиконовой долины. Конечно, Силиконовая долина. Ривердалле против Дедвуда. Ривердалле. Мертвая зона против Хаоса. Я за мистицизм. О, против 12 пезьян. 12 макак. Молодой Папа против Области Тьмы. Области Тьмы. Пока что нечего еще добавить. Борджи против Рика и Морти. Ну, конечно, Рика и Морти. Любовь Семерти. Роботы. Доктор Кто. Можете скипнуть. Нет. Пока что еще держись. Нет у тебя пока еще достойного соперника. Кости против Сумеречной зоны. Надеюсь, сериал разойдется. Фанаты детектива здесь больше выберут скорее Кости. Потому что здесь хорошая детективная линия. Но я же фанат больше мистицизма. И хоть тут и антология, но все-таки Сумеречная зона мне больше по душе. Сонная Лощина против Демонов Да Винчи. Тут я все-таки, пожалуй, выберу Демонов Да Винчи. Потому что Сонная Лощина, как по мне, потом слилась. После второго сезона. А Демоны Да Винчи держали меня все время. Надо их пересмотреть. Табо против Академии Амбрелла. Академия Амбрелла. Клозер против Оранжевый хит сезона. Давай, Оранжевый. Блудливая Калифорния против Твин Пикс. Все-таки Блудливая Калифорния мне больше нравится. Менталист против Паркизоны отдыха. Выберем, что поинтересней, позабавней, посмешней. Американские боги против Ньюсрума. Мир Дикого Запада против Смолвеля. Сложно. На Смолвеле я вырос. Но мир Дикого Запада цепляет меня сейчас. Смолвель, как по мне, под конец. Уж очень у него много проходниковых серий. Я уже сравнивал в Смолвеле Мерлина. Но все-таки... Если бы в Смолвеле не было столько проходниковых серий, прям ненужных для сюжета, я бы сейчас выбрал его. Ну, он бы скорее закончился после пятого сезона, как и Мерлин. Поэтому пока что мир Дикого Запада. Как избежать наказание этого убийства против Озарка? Как избежать? Погнали по новой. Рикки Марти. Рикки Мартин. Филадельфия против... Ну вот уже прости. Прости меня, Дэвид. Прости меня, Дэвид. Но все-таки сейчас Филадельфия. Грань против Дома Лжи. Конечно, грань. Чего я думаю даже. Так, Бруклин против Американских Богов. Но Американские Боги держат Марку несколько сезонов. А Бруклин вот после... Какого? После четвертого сезона начал становиться уже чем-то таким прям однотипным. Чем-то приевшимся. Приевшимся. Поэтому все-таки сейчас Американские Боги. Декстер против Академии Умбрелла. Ну вот, все. Академии Умбрелла мы еще дадим шанс раскрыться. Вот сейчас выйдет второй сезон. Выйдет у пацанов второй сезон. И тогда будем голосовать. А пока что Декстер. Черное зеркало против секретных материалов. Как я уже говорил, я не особо на секретных материалов. Поэтому выберу все-таки Черное зеркало в данном случае. В нем поднимаются более актуальные и насыщенные темы. Черные паруса против магии. Против волшебников. Все-таки я больше люблю волшебников, чем пиратов. Восьмое чувство против Вестворлда. Я, кстати, у себя в городе у нас проходил Pacific Meridian. Встречался с сыном главного героя фильма «Мир Дикого Запада». Фильма, на котором основан данный сериал. Ничего интересного он не рассказал. Агент Картер против Калифорникейщена. Прости, Пегги. Но Хэнк двигается дальше. Американская история ужасов против Биг Бэнк. Ну, Биг Бэнк, он к концу, как по мне, все-таки сливается. Мне больше нравилось, когда этот сериал начал двигать тему того, что задроты пытаются социально адаптироваться. Все это круто выглядело. А сейчас у них у всех жены, дети, девушки. Я знаю, что сериал уже закрыт, но именно чем он закончился. И все это уже так стало... Ну, как-то не. Поэтому все-таки американскую. Ривердейл против... Тридцать три счастья. Ривердейл. Дирк Джентли против... Как я встретил вашу маму. Ну, Дирк, ты прям... Ты прям здесь зря появился. Я сейчас начинаю тебя проталкивать. Баффи против Обмани меня. У Баффи поинтереснее было развитие. Оттуда еще и Ангел вытек. И все похожие. Обмани меня, как я уже говорил. Хоть тут есть и несравненный Тим Рот. Это, по сути, своя одна и та же серия. Но размноженная на весь сериал. То есть, что-то происходит. Он находит. Начинается допрос. Начинается допрос. 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 И в конце оказывается, что это первый самый был убийцей. Поэтому Баффи. Мастера ужасов против Хэппи. Мастера ужасов. Как обязательное наказание против Касл Рока. Касл Рок. Демоны да Винчи против Сверхи головы. Демоны да Винчи. Потерянная комната против Парков. Потерянная комната. Уж очень меня зацепил он в свое время. 12 макак против 13 причин. 13 причин. Область тьмы против сынов анархии. Но тут уже область тьмы. Ну, прощай, мужик, на 6 миллионов долларов. Тут уже Силиконовая долина. Тут уж ничего не попишешь. Сверхъестественное против Оранжевого. Но, сверхъестественное это Мастодонт. Против него опасно выступать. Герой против Симпсонов. Хм. Здесь уже сложнее. Мне оба нравятся. И герой я даже хотел пересмотреть на днях. Ну, наверное, это и отличает. То, что Симпсонов я вряд ли захочу пересматривать с первого сезона. Даже с третьего какого-нибудь. С десятого. А вот героев захочу. Поэтому все-таки, хоть я Симпсонов и люблю, но сейчас они уже стали чем-то таким обыденным. Прямо, что я уже даже не смотрю больше половины. Больше половины серий. Поэтому в данном случае героев. Хотя у героев зашкваристый последний сезон. Странные дела против Сумеречной зоны. Ой, как бы я не любил тебя, антология моя любимая. Все-таки странные дела. Мертвая зона против ластов. Но в данном случае я все-таки выберу мертвую зону уже. Ласты выпортились. Мне не нравится. Сабрина против Шерлока. Ну как я против Брэндербурга пойду? Меня зовут Эрл против Карнивал Роу. Меня зовут Эрл. Уж хорошо, он мне прям запал в душу этот сериальчик. Чернобыль против Страночных Сказок. Чурнобыль. Клиника против Готэма. Ну наконец хоть достойный соперник. Вот сейчас я солью клинику, но как я уже и говорил, клиника все-таки в моем сердце на первом месте. Потом друзья. Убийство на пляже. Брэл Чарч. Против агентов Щита. Все-таки в данном случае я выберу агентов Щита. 4400 против призраков дома на холме. Призраки. Побег против доктора кто? Прости, Майкл Скофилд и Линкен Барроуз. Но вам не тягаться с доктором. Люся против Горящий с призраками. Люся. Рикки Мартин. У нас финишная прямая. Осталось совсем немного. Магиканцы против Лимитас. Область тьмы мне все-таки больше зашли, чем магиканцы. Меня зовут Эрл против Блудлива Калифорнии. Ну вот если бы меня зовут Эрл не оборвали бы нас прям вот где не надо, я бы может сейчас вот выбрал его. Ну а сейчас я все-таки выберу Блудлива. Бл-бл-блудлива. Американские боги против Срани. Срани. Да Винчи против потерянной комнаты. Потерянная комната. Прости меня, демоны да Винчи. Призраки дома против Американской истории. Американская история. Люцифер против Касл Рока. Люцифер против Касл Рока. Только из-за шикарных диалогов я выберу Люцифера. Ну и конечно Томми Эллис прям. Я когда-то пытался, я уже по-моему говорил в обзоре, я пытался спасти этот сериал своим постом в Инстаграм. И сериал был спасен. Тринадцать причин, почему против Ривердейл. Ну, все-таки на тебе Ривел, как маленькая девочка, поэтому выберу тебя. Чурнобыль против Декстера. Чурнобыль против Декстера. Все-таки в данном случае я выберу... Блядь, сложно. Становится все сложнее. Чурнобыль или Декстер? Все-таки я, пожалуй, проголосую за выдуманную историю, потому что у людей хватило фантазии, придумать такого персонажа. Ну, конечно, по книгам. Он, по-моему, на книгах основан. Но все-таки хватило ума. Тут же все взято со основы реальной истории, хоть и приподнесена так реалистично и драматично. Силиконовая долина против сверхъестественного. Как я уже говорил, сверхъестественное начало шквариться после шестого или седьмого сезона и все, и вплоть до пятнадцатого. Прям как-то не особо. Он мне заходит. Смотрю его чисто из интереса. Ну, когда же там закончишься? Что ж там тебе покажут? Силиконовая долина, в свою очередь, прям радовала меня от первой до последней серии. Помню, как я на работе включал ее. Однажды включил ее, чтобы просто поинтересоваться. Ну, что за сериал такой? Что его так все смотрят? Все так ждут. Посмотрел первую серию, такой, ладно, может, пускай идет. И все, когда я закончил, такой, так, ну сколько там уже серии построил? Хоу, три сезона, ништяк. Так я ее досмотрел до конца, и она ни с одной серии не испортилась. Вот все-таки силиконыши. Черная зелка против детективного агентства. Дирк, двигайся дальше. Мертвая зона против Филадельфии. Ладно, давай за мистику. Мастера хоррора против героев. Герои. Герои. Доктор Кро против... Ну, тут прям даже говорить нечего. Странные дела против Бафу. Бафу. Бафу-Бафу или Странные дела? Я помню, что несколько сезонов у Бафи было прям проходниковых. Я не думаю, что это же ждет Странные дела, поэтому в данном случае выберу Странные дела. Мир Дикого Запада против Шерлока. Кто-то жаловался на концовку третьего, ну, Мир Дикого Запада, что у него второй сезон проходниковый. Но мне же показалось, что у Шерлока последний сезон был очень проходниковым. Поэтому все-таки выберу тему, которая мне ближе. Это ковбои и роботы. То есть фантастика. Мир Дикого Запада против Холистического Агентства Дирка Джентли. Прости, Холистическое Агентство Дирка Джентли, тебе не дали дальше раскрыться. Ты навсегда останешься у меня в сердце. Тринадцать причин. Почему против Доктора Кто? Ну, тут все-таки Доктор Кто. На Докторе Кто я также уже проливал немало слез, особенно когда Доктора менялись. Потерянная комната против Американской Истории Ужасов. Ну, тут все-таки Американская История Ужасов посильнее будет. Тут Рик и Морти. Калик Форникейшн против Героев. Герои. Люблю нестандартную супергероику. Силиконовая Длина. Дадим еще вам раскрыться, показать все последний сезон, поэтому посмотрим тебя. Область Тьмы против Декстера. Ну, вот если бы Декстера не было, вот это последние кадры, вот последние серии, которые все испортили, как по мне, я бы выбрал его. Но у Лимитас вообще оборвали концовку. Но мне все-таки больше нравится эта идея. Мертвая Зв... А, тут даже выбирать нечего. Мердикого Запада. У, сука, сложно. Сложно. С одной стороны, мы имеем Мердикого Запада, который хорошо держится на протяжении трех сезонов. С другой стороны, мы имеем Доктора Кто, который держится хорошо на протяжении восьми сезонов. Там, или сколько уже, я даже не помню. Но у него говеные последние сезоны. Все-таки, все-таки, кого бы выбрать? Вот мне не нравятся последние сезоны Доктора Кто прям очень от силы, совсем как. Мне не нравится, что создатели этого допустили. Прям, если вспоминать первые сезоны Доктора Кто, всегда были сильные персонажи, всегда были хорошие, интересные ходы. Баланс, скажем так, был в историях. То есть, мы имели сильных мужчин и глуповатых мужчин. То есть, тот же Рори. Хоть он и был дурачком, но он был верным, он был сильным. Всегда застоял за свое. Даже когда знал, что не выстоит. Эми, Микки. Они все были сильными и мощными персонажами. Мои любимые понды. Я так вообще молчу. Прям это... Прям... А вот последние сезоны, начиная с Микки, которая афроамериканка и ЛГБТ. И все, пожалуй. Больше про этого персонажа сказать нечего. А что еще про нее сказать? Ну, у нее больше нет характеров. Никаких. Я не пойду с тобой, доктор. Я не пойду. Я не пойду. Честно, меня так она раздражала. Пока не появились последние персонажи. Я сразу заподозрил что-то неладное, когда показали нам боевую бабулю, которая всегда хотела двигаться в бой, когда всегда было интересное приключение. И тихого, спокойного, трусоватого, глуповатого дедушку. Также у нас была полицейская, бравая, которая из Индии. И был внук этого дедушки, который такой же глупый, трусоватый. Который ему кричат, не лезь, там роботы тебя застрелят. Нет, я должен. Сейчас это прям очень сильно подпортило сериал. Я не был против того, что доктор станет женщиной. Мне показалось это интересным ходом. Вот мисси мастер, они вот стали хорошими персонажами. Но как же все изменилось, когда все изменилось в докторе. Каждая серия стала какой-то толерантная, феминистическая прям. Что мы имели в первой серии? Бабулю и глуповатого дедулю и злостного мужика в зубах. Потом кто у нас были? Хорошей ведьмы против короля, против гея-ведьмолова. Кто там у нас еще был? А, дочка-инвалид, которую бросил мудак-отецерой того, чтобы быть с женой. Великолепно. Все-таки за последних сезонов, вот доктор, вот ты вот, пожалуй, до сезона с Капальди был моим любимым. А потом уже все. Область детьмы против героев. Герои. Силиконовая долина против американской истории ужасов. Ну, пожалуй, дадим еще американской истории раскрыться. Все-таки Силиконовая долина мне больше зашла. Я знаю, мои вкусы весьма специфичны. Ой, Люся против Рикки Мартина. Люся против Рикки и Морти. Я вот что ждал последний сезон Рикки и Морти, что жду следующий сезон у Люцифера. Все-таки, пожалуй, я выберу в данном случае что-то более... Что-то более... Что мне выбрать? Сложно. Пожалуй, в данном случае что-то повеселее выберу. Хотя в Люцифере довольно шикарные диалоги. Но они сильно проигрывают детективной линией. Силиконовая долина против Рикки и Морти. Ну и тут наука, и тут наука. Я люблю Силиконовую долину. Ну, думаю, то, что она дошла до конца, это показатель того, что я ее люблю. Но все-таки... Но все-таки... Кого бы из вас выбрать? С одной стороны, Рик и Морти... С другой стороны, Силиконовая долина. Пожалуй, только из-за шикарного финала в данном случае я выберу Силиконовую долину. Хотя... Рик и Морти тоже каждый финал сезона шикарный. Но давайте дадим ему еще раскрыться. Скажем так, Силиконовой долине я знаю, что каждый сезон был чем-то интересным. Насыщенными персонажами, интересными идеями. А у Рик и Морти он еще не закончился. И неизвестно, чем все закончится. Может, все сольется в зашквар. Хотя навряд ли, но все-таки. Но тут Мир Дикого Запада. И вот мы имеем что? Вот мы имеем что? Мир Дикого Запада против Силиконовой долины. По-любому, если посмотрим статистику, там все не так. По-любому, там какие-нибудь во все тяжких на первом месте. А может, с клиника. Или друзья. Все-таки, в данном случае, пожалуй, лично для себя может сказаться то, что я только недавно посмотрел Мир Дикого Запада. Может это, но я все-таки выберу, пожалуй, его, потому что мне находки его бы понравились больше. А да, у нас еще, кстати, в городе стоит памятник Юлу Бринеру. Это актер, который играл главного персонажа в фильме Мир Дикого Запада. Ну, сериал довольно интересные находки, довольно интересные задумки. Все-таки, мне интересно, что будет дальше. Силиконовая долина. Двигалась хорошо, но все-таки она не так втягивала. То есть, в Силиконовую долину можно было отойти и не смотреть. Можно было только слушать. В то время, как если ты отойдешь от Мира Дикого Запада и будешь слушать, то ты придешь и такой, стоп, а что, кто, он робот? Что, кто, куда, что, как это случилось? Поэтому все-таки в данном случае я выберу, пожалуй, Мир Дикого Запада. Итого, все. Вот лично мой победитель. Мой любимый сериал на данный момент. Но, как я и сказал, все-таки он идет дальше. По сравнению с многими другими, под такими же, как, например, та же Клиника и Друзья. Клиника у меня все-таки на первом месте. Вот, я бы по-любому скипнул Мир Дикого Запада, чтобы выбрать Клинику. Ну-ка, а что у нас там по статистике? Кто это? Это повторить. Что там? 1, 2, 3, да. Вот, скорее всего, статистика. Ну, да, как я и предполагал. Во все тяжкие. Игра престолов. Сопрано. Как я встретил вашу маму. Настоящий детектив. Хаос. Фарго. Вайр. Я не знаю. Декстерс. Клиника. Ну, Клиника, кстати, далековато на последнем месте. Котя. Котя, уйди. Уйди. Уйди я снимаю видео. Ну, что сказать. Мои вкусы весьма специфичны. Будем ждать следующих сезонов сериалов. И тогда, может, они продвинутся дальше, чем они есть сейчас. Дорогие друзья, а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В описании вас будет ждать ссылка на данный сайт, а также ссылка для поддержки канала и ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. А также пишите в комментариях, понравился ли вам данный формат. И если да, то, возможно, в следующий раз устроим нечто похожее. И проголосуем, например, за лучшего актера. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. Пока.